Орангутаны. Они умеют заглядывать в будущее. У них пять рук. Вы удивитесь, узнав, сколько у них общего с вашим врачом. Разве они чем-то могут не понравиться? А также еноты. Пальцы заменяют им глаза. Они жили в Белом доме. И, возможно, им хватит ума, чтобы однажды захватить мир. У енотов есть суперсилы. И узнайте, что за удивительный зверь кусает чаще, чем акула. Какая собака в 50 раз богаче президента Обамы. И какое существо одержимо половым инстинктом сильнее всех в животном царстве. Вместо того, чтобы драться и склочничать, они начнут спариваться. Здесь природа встречается с наукой. А дикие животные поражают воображение. Это увлекательная зоология. Он сильнее семерых мужчин. Размах его рук больше, чем рост Шакила-Онила. Он даже может побороть человека в битве умов. В некоторых странах он имеет те же права, что и люди. Это единственная обезьяна с оранжевой шерстью. По этой и многим другим причинам он единственный в своем роде. Арангутан. Слушайте внимательно. Сложно догадаться, что происходит. Но того, чем сейчас занята самка по имени Тильда, ученые никогда не встречали у других обезьян. Они считали подобное невозможным. Впервые в истории этот орангутан пытается сымитировать человеческую речь. Исследования показали, что странные звуки, которые издает Тильда, в семь раз быстрее, чем любой ранее записанный звук орангутана. А их ритм практически идентичен человеческой речи. Неужели эти обезьяны становятся похожими на людей? Само слово орангутан означает «лесной человек». Но почему? Рассмотрим несколько причин, по которым они могли заслужить такое прозвище. И начнем вот с чего. Возможно, эти жители леса научили нас делать лекарства. Лесные люди – первые врачи. Все дело в их развитых способностях пользоваться тем, что дает им окружающая среда. Одно из классических определений ума для человека связано с использованием орудий труда. Некогда считалось, что только люди могут ими овладеть. Оказалось, что это не так. Существуют сотни видов животных, которые производят и используют орудия труда. Причем орангутаны в этом списке находятся на самом верху. Они делают канаты, чтобы висеть на деревьях. Курюки, чтобы притягивать к себе предметы. И даже зонтики или шляпки из листьев. На первый взгляд ничего особенного. Но мало кто из диких животных способен совершать похожие действия. И все же эти достижения орангутанов бледнеют в сравнении с их умением изготовлять и использовать лекарства. Орангутанам знакома боль, которую люди испытывают под конец тяжелого рабочего дня. Но они же не могут купить в аптеке тюбик мази. Орангутаны пережевывают в пасту растения, известные своими антивоспалительными свойствами. А затем втирают пасту в больные мышцы. Это первый случай использования лекарств человекообразными обезьянами. Но и это не все. Местные жители годами используют целебные бальзамы из этих же листьев. И поскольку орангутаны явно этому у них не учились, считается, что предки местных аборигенов переняли этот навык у орангутанов. К сожалению, эти обезьяны не работают в больницах. Огнеголовые. Морковно-оранжевые. Горячие головы. Как ни называй, о рыжих среди людей всего 2%. Но то, что является редкостью для нас, орангутанам позволяет выжить. Ведь в джунглях рыжие существа могут буквально растворяться в воздухе. Лесные люди могут исчезать. Если хотите, попробуйте сыграть с орангутаном в прятки. Но вы проиграете. Можно следовать за ним всего в паре метров и держать его в поле зрения. Смотришь прямо на него. Секунда, и он исчез. Прямо у тебя на глазах. И ни следа. Был. Да сплыл. Удобный навык в джунглях. Где полно тигров, которые охотятся на орангутанов. Но как оранжевый зверь исчезает в зелёных джунглях? Всё связано с тем, что солнечный свет проходит через листву. И вот как это работает. Свет, достигая поверхности земли, проходит сквозь растительность, которая поглощает красный, фиолетовый и оранжевый цвет для фотосинтеза. К тому времени, как солнечные лучи попадают на орангутанов, они лишаются оранжевых и красных оттенков. Поэтому животные становятся бледно-коричневыми. В итоге, если вы увидите орангутана посреди леса, он будет больше походить на полено. Лично я однажды чуть не споткнулась об орангутана. Их совсем не видно. Кажется, что они медлительны. И большую часть времени так и есть. Но не стоит заблуждаться. Их мозг работает как машина. Согласно некоторым исследованиям, это самые умные приматы после человека. Я люблю тебя. Они сообразительнее нашего ближайшего сородича, шимпанзе. Их мозг настолько сложен, что они умеют заглядывать в будущее. Лесные люди предугадывают будущее. Понятное дело, хрустального шара у них нет. Но по части предусмотрительности они дадут фору любому другому животному. Долгое время считалось, что животные осознают лишь текущий момент, не умеют заглядывать наперед и обращают внимание лишь на события, происходящие с ними прямо сейчас. Однако есть доказательства, что орангутаны умеют планировать дела на день вперед, а, возможно, и дольше. В этом смысле они действительно заглядывают в будущее. Лесные люди используют такой способ мышления, чтобы перехитрить людей настоящих. Обратите внимание на редкую запись взаимодействия человека и обезьяны. Перед вами взрослая самка орангутана. Ее имя Оньюк. Она замечает, как один из местных помощников, работающих с орангутанами, режет палочку на короткие кусочки при помощи складного ножа. Оньюк зачарованно следит, а затем повторяет действия мужчины при помощи двух палочек. Становится ясно, она озадачена и пытается понять, что за необычный предмет ей попался на глаза. Позже помощник пытается подстричь Оньюк ножницами, но нож ее пугает. Внезапно все меняется. Она словно утратила всяческий интерес. Я снимала эту сцену и помню, как удивилась. Казалось, ей стало все равно. Она проявляла любопытство и вдруг перестала. Взгляд Оньюк прикован к тому, что находится за спиной у помощника, ведь там есть то, что ей нужно – к рюкзаку. Теперь, совершенно не пугаясь ножа, она фактически требует, чтобы ее подстригли. Она выставила руку, чем облегчила задачу помощнику. Когда он останавливается, обезьяна берется за шерсть на голове и подается вперед, словно просит его продолжить. Все произошло, когда помощник отвлекся. Она протянула лапу и схватила рюкзак. Оньюк увидела то, что ей нужно. Придумала, как ей добиться этого. Затем обманула человека, чтобы достичь своей цели. Кажется, что они недлительные, но это не всегда так. Из четырех видов, существующих сегодня человекоподобных обезьян, лишь орангутанов можно встретить за пределами Африки. Но если верить некоторым людям, зона обитания этих азиатских обезьян гораздо шире, чем мы думали. Попробуйте угадать, кто из этих мифических существ, по мнению некоторых людей, был древним предком орангутана. Это А. Гималайский йети, Б. Североамериканский бигфут или В. Австралийский йови. Скоро вы узнаете, чем мозг орангутана напоминает смартфон. Есть милая легенда о появлении орангутанов. Этот миф гласит, что вся жизнь на Земле произошла благодаря двум птицеподобным созданиям. Согласно мифу, больше всего им понравилось, какими получились мы. И они так собой гордились, что закатили шикарную вечеринку. Они веселились и праздновали всю ночь. На следующее утро птицы захотели создать новых людей. К несчастью, они страдали от похмелья и допустили ошибку в рецепте, в результате чего на свет появились орангутаны. Ничего себе, наследие. Кстати, насчет происхождения. Мы спросили вас, кто из этих мифических существ, по мнению некоторых людей, был древним предком орангутана. Это Правильный ответ все из перечисленных. Вряд ли многие согласятся, что все эти звери существуют на самом деле. Однако, среди тех, кто в них верит, бытует убеждение, что три этих загадочных существа на самом деле представители подвида гигантопитек Блэка. Это вымерший орангутан, достигавший трех метров в высоту и весивший почти полтонны, в три раза больше, чем горилла. Может быть, гигантский орангутан все еще бродит среди нас, прикидываясь Бигфутом? Никто не знает. По крайней мере, пока. Они заслужили прозвище «лесные люди», но кое в чем орангутаны превзошли нас. Да, мы умеем делать несколько вещей одновременно. Зато у них есть пять рук. У лесных людей пять рук. В отличие от других обезьян, орангутаны проводят почти 95% своего времени на верхушках деревьев. Чтобы удержаться на высоте, им нужно сразу несколько рук. Во-первых, настоящие руки, крепкие, почти вдвое длиннее наших, а затем ноги орангутана, которые ни в чем не уступают рукам. Они хватаются при помощи большого пальца. У них словно четыре руки. Я тоже хотела бы иметь на ноге противопоставленный большой палец. Удобно было бы. Но выясняется, что и четырех рук им мало. Фактически у них пять рук. Есть две руки, две ноги, но они многое делают ртом. Ведь когда руками и ногами держишься за дерево, чем еще воспользоваться? Он так ловок, что им можно счищать кожуру с фруктов или завязывать что-то в узел. И правда, пятая рука. Представьте, какие это дает возможности. Лови! Орангутан не может заехать в супермаркет за едой. Человеку нетрудно найти ближайший магазин. Достаточно заглянуть в смартфон. Но так было не всегда. Раньше мы напоминали сегодняшних лесных людей, и наши мозги работали как смартфон. Мозг лесных людей похож на смартфон. На самом деле, если вы внимательно присмотритесь к их жизни, то поймете, как трудно поддерживать такую сбалансированную диету. На каждый месяц им нужно около 30, 40, 50 различных видов еды. И они точно знают, где найти каждый из них. Когда орангутан находит источник еды, он мысленно ставит геометку, чтобы потом туда вернуться. Орангутаны словно обладают внутренним GPS. Они всегда точно знают, где в лесу растут плодовые деревья. Но дело не только в том, чтобы выяснить, где фрукты. Они должны различать времена года. Бессмысленно идти за яблоками в середине декабря. Нужно делать это в сентябре или августе. Им необходимо аналогичное знание. Поэтому в их смартфоне, то есть в голове, есть еще и фермерский календарь. Им даже сложнее, чем людям в Северной Америке. Ведь там, где они живут, труднее предсказать смену сезонов. Из всех видов обезьян орангутаны находятся в самой большой опасности. На начало 2015 года в природе их численность составляла 40 тысяч особей, на 20 тысяч меньше, чем в предыдущем десятилетии. И вместо того, чтобы выискивать наши сходства и различия, лучше воспринимать их как равных. Представляете, одна страна уже так поступила. Лесные люди такие же, как мы. Знакомьтесь, Сандра. Первый в мире орангутан с человеческими правами. Раньше она обитала в зоопарке Буэнос-Айреса. Но в 2014 году суд вынес историческое решение. Сандру признали слишком умной, чтобы относиться к ней как к вещи, и запретили удерживать ее против воли. Решено было выпустить Сандру на волю, и теперь ее официально именуют нечеловеческой личностью. Надеюсь, она воспользуется правом голосовать и веселиться. В Мендозе столько прекрасного вина. Пусть попробуют. Шутки в сторону. Это решение суда может иметь далеко идущие последствия для всех обезьян в неволе. Благодаря Сандре когда-нибудь мы, возможно, будем называть этих лесных людей просто людьми. Ворон по кличке Тата прожил 59 лет. Когда еды мало, морские игуаны способны уменьшаться в размерах на 20%. В миниатюрном туловище синекольчатых осьминогов столько яда, что они могут убить от 10 до 20 взрослых людей. Самые крупные, самые буйные, самые сексуальные и даже больше. Факты о диких вечеринках. Фламинго могут есть, только опустив голову. Крыса проживет без воды дольше, чем верблюд. В одном только Нью-Йорке людей в 10 раз чаще кусают другие люди, чем акулы по всему миру. Хотите стать звездой ближайшей вечеринки? Дикая природа подскажет, как. Ведь кроме пингвинов, способных пить соленую воду, или хамелеонов, чей язык в длину равен телу, в природе много удивительных вещей, которые так и хочется повторить. Вот наши любимые факты о диких вечеринках. Согласно одному исследованию, каждая пятая карибская обезьянка-верветка предпочитает алкоголь в воде. свиристель наедается забродивших ягод, пьянеет и залетает в здание. Но тем, кому интересен экзотический кайф, сообщаем. Яд иглобрюхих рыб в 40 тысяч раз опаснее метамфетамина. В 50 миллионов раз мощнее марихуаны. Одна доза убивает человека. Однако дельфины, поедая этих рыб, испытывают наркотическое опьянение. Дельфины нередко устраивают вечеринки неподалеку от косяков иглобрюхих рыб. Следующая подборка фактов. Переходим от любителей вечеринок к крупнейшим животным. Самый большой слон весил 10 тонн. Как два тираннозавра. Впрочем, это исключение. Обычно вес индийского слона составляет около трех тонн. Примерно столько же весит язык синего кита. Скажите А. При росте около 15 сантиметров долгопят второй в списке самых крошечных приматов. Но по сравнению с туловищем у него самые крупные глаза среди всех млекопитающих. Каждый из них больше, чем его мозг. Долгопяты напоминают многим людям крохотных пришельцев. Они просто уморительны. Но не все в природе веселые и игривые. Осторожно, сейчас прольется кровь. Самые жестокие. В год в колонии из ста вампировых летучих мышей требуется кровь 25 коров. Белые акулы чуют кровь в океане за 5 километров. Но самые страшные из всех, пожалуй, волосатые или ужасные лягушки. Испугавшись, они ломают кости в пальцах ног и прокалывают им кожу, будто когтями. Это единственный случай в диком мире, когда животные намеренно ломают конечности, чтобы сделать то, что ему нужно. Запомните, не стоит пожимать лапу волосатой лягушки. На любой вечеринке должны присутствовать почетные гости. Поэтому переходим к следующей подборке фактов. Самый любопытный. Богатейшие животные. В 2011 году в прошлом бездомный кот по имени Томазо унаследовал после смерти хозяина 13 миллионов долларов. Но это жалкая мелочь в сравнении с немецкой овчаркой по кличке Гюнтер. Он заслужил титул самого богатого животного в мире, получив наследство 372 миллиона долларов. Это на 367 миллионов долларов больше, чем собственный капитал президента Обамы. Наконец, пора отправлять детенышей спать. Последняя порция фактов исключительно для взрослых. Самые сексуальные. У воронов нет пениса. А у самцов коал по два. Поросячьи утехи длятся до получаса. Но самое сексуальное животное — бонобо. Наряду с шимпанзе это наши ближайшие родственники. Но в отличие от большинства из нас, секс для них — способ поздороваться или решить проблему. два бонобо видят на земле фрукт или шоколадный батончик. Вместо того, чтобы драться и склочничать, они начнут спариваться. А там, глядишь, и забудут про шоколадку. Бонобо — единственные млекопитающие, кроме людей, которые предпочитают смотреть друг на друга во время полового акта. Но даже их вечеринка когда-нибудь заканчивается. Приматы, в том числе бонобо, одни из немногих млекопитающих, в жизни которых наступает менопауза. И последний факт. Все наши ближайшие вечеринки должны быть на 100% дикими. Особенно, если одну из них закатил Гюнтер. Потрясающий пес. Они видят в полной темноте. При помощи своих рук. Они жили в белом доме. И способны на большее. Нам нужны еноты-астронавты. Они справятся с любой задачей. Плюс, вы не поверите, сколько общего у них с Годзиллой. Еноты. Они вызывали восхищение сильных мира сего. И даже дурачли нацистов. Они дотягиваются до высоких предметов, меняя форму скелета. И могут почувствовать объект до того, как прикоснуться к нему. Эти животные одни из хитрейших на Земле. Но, возможно, с нашей помощью они становятся еще умнее. И все же большинство людей считают их вредителями. Это еноты. В одном только Вашингтоне, округ Колумбия, на каждый квадратный километр приходится около 50 енотов. Эти звери обитают почти везде, где живут люди. Я устанавливала камеры во дворах у моих друзей, чтобы посмотреть, как еноты ведут себя в городской среде. Друзья всегда говорили, прости, но у меня во дворе еноты не водятся. Я включала камеру на ночь, а затем показывала им видео. За ночь мне удавалось насчитать до 50 енотов. Словно у них там проложено маленькое шоссе. Неудивительно, что большинство считает енотов вредителями. Но давайте рассмотрим енотов с их лучших сторон, чтобы понять, заслуженно ли их ругают. И начнем мы с вопроса, кто такие еноты? Уши у них, как у кошек, носы, как у собак, а то, как они вторгаются в наше пространство, напоминает поведение грызунов. Еноты не грызуны. Давайте сразу это уясним. Есть, к примеру, крысы, кролики, скунсы, опоссумы, но еноты не имеют к ним отношения. Они сами по себе. Это еноты. Уникальные, удивительные существа. И они вовсе не грызуны. Не устану повторять. Они относятся к семейству енотовых, в которое, помимо них, входят насухи, кимка-жу и обнаруженные в 2013 году олинго. Добро пожаловать в семью. В прошлом году в Америке третьим показовым сбором стал фильм «Стражи галактики». Один из персонажей этого фильма — генетически модифицированный енот по кличке «Ракета». Он обладал необычайно развитыми органами чувств и интеллектом настоящего стратега. Но насколько такой образ далек от реальности? У енотов есть суперсилы. Все животные по-своему хороши. Гепарды быстро бегают, а у слонов есть чудесные хоботы, но еноты превосходят, пожалуй, всех, благодаря своему умению приспосабливаться к любой ситуации. Более того, вредить ли они или нет, но еноты могут видеть своими руками. Осязание — их главная сверхспособность. Именно так еноты воспринимают окружающий мир, они видят его на ощупь. Две трети области мозга, отвечающие за чувственное восприятие, у них приходится на осязание. Это больше, чем у любого изученного животного. На их лапах находится в 4-5 раз больше рецепторов, чем у многих млекопитающих. Нервные окончания на их лапах напрямую соединены с мозгом. Они получают изображение объекта, даже не глядя на него. Поэтому, фактически, еноты видят руками. Удивительная способность, которой людям кажется странной. По размерам у енотов за осязание отвечает примерно та же часть мозга, что у людей из-за зрения. Вопреки этой суперспособности, люди по-прежнему считают енотов суперзлодеями. В особенности хозяева загородных домов с прелестными лужайками. Но давайте не будем концентрироваться на плохом. Лучше рассмотрим енотов еще с одной необычной стороны. Ведь они могут услышать червяка под землей. Возможно, под землей черви чувствуют себя в безопасности, зарывшись вниз на два метра. Но достаточно ли это глубина? Диапазон слуха у людей довольно-таки неплох. Но у енотов он намного лучше. Мы слышим звуки примерно до 20 килогерц, а еноты до 50 и 60, почти втрое выше нашего. Ультразвуковой слух позволяет им почувствовать тишайшие звуки, например, копошение червяка под землей. Сама мысль о том, что они слышат, как под землей ползают черви и личинки, очень впечатляет. У них действительно есть суперсилы. Первая запись о енотах принадлежит Перу не кого-нибудь, а самого Христофора Колумба. Когда он описывал обнаруженный им мир, то сравнил их с собаками. И мы знаем, что он ошибался. Но тогда никто за пределами небольшой части обеих Америк не видел этих животных. Родина енотов Северная и Центральная Америки. И даже не вся Северная Америка, только Восток и Юг. Но теперь все иначе. Они расплодились по всей Континентальной Америке, даже на Аляске. Их нет только на Гавайях. Они очень распространены. Но вопрос остается открыт. Это вредители? И осваивают ли они новые территории? Согласно легенде, в 1934 году влиятельный деятель нацистской партии Герман Геринг разрешил выпустить несколько енотов в сельской местности. Сегодня их число приближается к миллиону и постоянно растет. Они считаются инвазивным видом. В Японии дело обстоит еще хуже. До 70-х годов на японских островах не слышали о енотах. Теперь они повсюду и доставляют много проблем. Но как они попали в Японию? Угадайте, каким необычным способом еноты добрались до страны восходящего солнца? Это произошло из-за А кораблекрушения Б мультипликационного персонажа или В неудачной шутки. Разбойничья маска и полосатый хвост превращают енота в милое создание. Пусть даже он и вредитель. Но насколько сильны их чары? Когда президент Калвин Кулидж и его супруга жили в Белом доме, их питомцем был енот. Еноты им отправили в дар избирателей. Изначально предполагалось, что животное отправится на кухню. Но зверек оказался так мил, что они взяли его к себе и назвали Ребеккой. Еноты где угодно могут освоиться в любом месте. И в Японии это превратилось в серьезную проблему. Мы спросили вас, каким необычным образом еноты оказались в Японии. Это произошло из-за А. Кораблекрушение. Б. Мультипликационного персонажа. Или В. Неудачные шутки. Ответ Б. Мультипликационный персонаж. Во всем виноват Дисней. В 69-м году студия Дисней выпустила фильм «Негодник» о мальчике и его ручном еноте. В Японии эта история разрослась до 52-х серийного мультфильма, и вскоре каждый ребенок в Японии мечтал о собственном негоднике. На пике популярности в Японию привозили до полутора тысяч енотов в год. Проблема в том, что в конце герой мультсериала выпустил своего енота на свободу, и так же поступили тысячи японских детей. сегодня еноты обитают в 42-х из 47-ми японских префектур. И по некоторым оценкам, 80% древних японских храмов так или иначе пострадало от енотов. В какой-то момент японское правительство запретило ввоз енотов, но было слишком поздно. Они там повсюду. Просто еноты умеют приспосабливаться абсолютно к любым условиям окружающей среды. Для жителей Японии, вне всякого сомнения, еноты вредители. Но стоит ли их наказывать за такую способность к выживанию? Не лучше ли поразиться их умению изгибать кости? Всего 5 сантиметров приблизительно длина мизинца. Это все, что нужно енотам, чтобы совершить взлом. Оставите вот такое отверстие, и они пролезут. Когда енот вытягивает задние лапы, его позвоночник распрямляется, а грудная клетка сгибается, уменьшаясь в диаметре. Даже крупные животные умудрялись протискиваться в отверстие толщиной в несколько сантиметров. Они вытягивали задние лапы и проскальзывали. Но их кости могут не только сжиматься. Еноты умеют вращать задними лапами на 180 градусов. Своими когтями загнутыми в обратную сторону они словно крюками цепляются за любую поверхность. Так они могут спускаться головой вниз. Человеку-пауку есть чему поучиться. Так что вредители они или нет, но еноты с нами надолго. Если поверить мнению большинства ученых, лучше нам с этим смириться. ведь вполне возможно они эволюционируют в новый сверхумный вид. Интеллект енотов давно интересует ученых. В одном исследовании енотам показали 13 сложных замков, для открытия которых необходимо выполнить последовательность действий. Еноты сумели открыть 10 из 13 замков, причем некоторые из них они вскрыли меньше, чем за секунду. И это самые обычные еноты. Большинство исследователей полагает, что особи, обитающие среди людей, превращаются в отдельный сверхумный подвид. В недавнем исследовании я сравнила способности городских и сельских енотов решать головоломки. Я полагала, городская среда делает енотов умнее, и решила проверить, так ли это. В эксперименте Сюзанна предложила двум группам енотов стянутые веревкой мусорный бак с едой. Я работала с группами городских и сельских енотов по 22 особи в каждой. Никто из сельских енотов так и не понял, что делать с мусорной корзиной. 80% городских енотов догадались. Даже самые маленькие поняли, что делать. мусорный и это не просто везение. В чем бы ни пытались люди обхитрить енотов, эти звери становятся только умнее. Мне кажется, в городах между людьми и енотами происходит эволюционная гонка. Каждый раз, когда людям кажется, что мы перехитрили енотов, они придумывают, как нас обойти. и тогда нам приходится выдумывать что-то новое, еще более изощренное. В итоге, через несколько поколений еноты становятся очень умными животными. Учитывая все эти невероятные способности, следует ли считать енотов обычными вредителями? Вредителями возможно, но обычными ну уж нет. Я убеждена, лет сто назад они были совсем другим видом. Я не сомневаюсь, однажды еноты захватят планету. Они так быстры, что могут угнаться за гепардом или поймать птицу в полете. Могут забраться на крышу одноэтажного дома в один прыжок. Их уши могут стать оружием, а зубы спасают овец. Это каракал. Тигр знаменит своими яркими полосками. А лев признанный царь зверей. Но другая дикая кошка, хотя и меньше в размерах, ничуть не уступает своим титулованным родственникам. Ее длина составляет около метра, а вес 20 килограммов. Но в скорости она не уступает гепарду. может прыгнуть выше баскетбольного кольца и в один присест уничтожает столько птиц, сколько обычная домашняя кошка убивает за 6 недель. Это не рыжая и не обычная рысь. Это каракал. Каракалы самые классные животные на свете. При этом большинство людей никогда не слышало об этих величественных кошках. Но почему каракалы самые классные кошки, о которых вы никогда не слышали? Сейчас мы назовем основные причины, по которым на них следует обратить внимание. Причина первая. Они прыгают выше всех в царстве животных. В каком-то смысле они умеют летать. птицы, берегитесь. Небо не преграда для каракала. Каракалы взмывают ввысь на высоту до трех метров. Сообщают, что, гоняясь за птицами, каракалы прыгали на высоту четырех с половиной метров. На такой высоте можно дать пощечину жирафу. А благодаря мощным задним ногам, которые у каракалов длиннее, чем передние, они подпрыгивают из положения сидя. Они могут просто сидеть, а затем вдруг прыгнуть на высоту трех метров и поймать птицу в полете. К тому же они такие грациозные и мощные. Да, птичек жалко, но каракалам нужно что-то есть. Искать добычу в дикой природе каракалам помогают уши, не менее сложные, чем у других животных. В человеческом ухе порядка шести мышц, а в каждом ухе каракала двадцать. Дополнительные мышцы позволяют вращать уши взад и вперед, независимо друг от друга. Словно две крошечные спутниковые антенны, уши улавливают звук со всех направлений. Но у многих животных превосходный слух. Есть иная причина обратить внимание на уши каракала. Они используют их как средство отвлечения. Самые узнаваемые черта каракалов крохотные черные кисточки на концах ушей. Такие кисточки достигают в длину почти 5 сантиметров. До сих пор не ясно зачем они нужны. Однако возможно это часть их охотничьей стратегии. Я лично видела, как каракалы медленно преследуют добычу, помахивая при этом кисточками на ушах. Не знаю, возможно это движение напоминает траву на ветру, а может быть это отвлекает внимание добычи от большого хищника. И зачарованные птицы не замечают их, пока не становится слишком поздно. Подобно тиграм, львам и всем прочим кошкам каракалы хищники. Но некоторым фермерам следует обратить внимание на этих животных. Ведь убивая они спасают жизни. Южная Африка поле битвы. Кошки против собак, но на более серьезном уровне. Каракалы против шакалов. каракалы уступают в числе, но не в умении. Но эта кошка не бежит от драки. Более того, каракалы так успешно отбиваются от шакалов, что некоторые фермеры намеренно выпускают их для защиты территории. Раньше один фермер ежегодно терял из-за шакалов 50 овец, а теперь только 6. но задача каракала вовсе не спасти овец, а выжить. Вскоре ему удалось положить на землю одного из шакалов. И хотя двое других пытаются контратаковать, бравый воин смело их прогоняет. Бегая, прыгая, убивая, каракалы делают все то же, что и другие крупные кошки. и даже больше. Пожалуй, это самая невероятная кошка, о которой вы никогда не слышали. львови а в львови не ни 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 Продолжение следует...